Космический аппарат Космический аппарат позволяет получать съемку площадок, а не как было раньше, только в узких маршрутах. И третья важная особенность этого аппарата – аппарат может снимать маршруты, произвольно расположенные к основной трассе полета. Российская группировка состоит из четырех аппаратов – ресурс ДК, Канопус, Электро и Метеорем. Вся информация поступает сюда, в Центр оперативного мониторинга Земли, а потом рассылается по службам. Есть спутники гидрометеорологического назначения, есть спутники высокодетального разрешения. Задачи перед ними принципиально различные. То есть это, соответственно, климат, это погода, либо, соответственно, объектовая съемка, наблюдение за как раз динамикой изменения различных объектов строительства городов, затопления, пожары. Снимки из космоса давно не монополия синоптиков и военных, а серьезный инструмент борьбы за экологию планеты. За экологией наших теплых морей в Институте космических исследований наблюдают последние шесть лет. Анализируя какие-то гидродинамические процессы, что является, в общем-то, основной нашей научной задачей, нельзя не обратить внимание на загрязнение. Черноморское побережье, Геленджик. Уже ноябрь, однако лето не спешит покидать этот край. Каждый год здесь отдыхают тысячи туристов. Химический состав воды Черного моря уникален. По содержанию соли вода такая же, как кровь человека. Местные жители говорят, во время Великой Отечественной войны, когда не хватало крови, врачи использовали очищенную воду Черного моря. На первый взгляд, все как и раньше. Но это обманчивая идиллия. Трубы очистных сооружений города Геленджик. Они уже давно под пристальным наблюдением ученых. Регулярно, несколько раз в год, на спутниковых изображениях мы видим темные, если это радиолокационные изображения, то мы видим темные пятна в районе этой трубы. И это уже, конечно, для отдыхающих очень неприятный момент. Как доказательство, ученые демонстрируют фотографию. Вот эти две трубы, которые, в принципе, должны уходить далеко в море. И именно на глубине 30 метров выпускать все эти загрязненные воды. Ну вот здесь очень хорошо видно, что правая труба, она вообще состоит из отдельных кусочков и полностью прожавелые и уже нарушенные. Вот эта левая труба, дырка у нее, из которой исходят загрязненные воды, на расстоянии всего 168 метров от берега. А это радиолокационный снимок из космоса. Темное пятно и есть сброс грязной воды. Оно выходит из трубы возле толстого мыса, поворачивает к элитным пляжам, омывает эти элитные пляжи, это грязная струя, потом поворачивает вслед за течениями, а мы это знаем и по измерению течений, и идет почти до российско, что нужно делать, чтобы спасать отдыхающих от обильных микробов, от кишечных палочек. График построенный по спутниковым данным. Красные разводы – так называемое взвешенное вещество. Проще говоря, снова аварийный сброс. Черноморское побережье в опасности. Система была очистных сооружений сделана, она, конечно, немножечко улучшалась со временем, но вообще это все было сделано в конце 50-х годов, когда туристов было гораздо меньше в Геленджике. А сейчас просто такой поток туристов, и столько построено новых гостиниц, коттеджей, и, в общем, система не справляется. Пока вариантов обезопасить отдыхающих немного. Заранее проинформировать или закрыть на время пляж. Постоянный мониторинг из космоса может стать основой этой безопасности. Спутниковые данные, в чем их большое преимущество, что их можно считать объективными. Туда нельзя ни приписать, ни уписать. Каждая болевая точка нашей планеты хорошо видна из космоса. Спутники ДЗЗ сегодня один из главных инструментов в работе – спасатели, экологов, океанологов, вулканологов, фермеров и даже страховщиков. Но объективная информация со спутников ДЗЗ – как горькая пилюля. Не все хотят ее принимать. Это очень такой объективный метод контроля, но он для государства нужен. Он, конечно, кому-то может не нравиться. Наши коллеги ввели анализ информации о положении судов в районе акватории Тихого океана, Рыболовецких судов. И тоже, в общем-то, обнаружились разные интересные вещи. То есть не всегда рапорты командиров судов, куда они сдают выловленную рыбу, совпадали с фактическим положением вещей. Расширение группировки спутников дистанционного зондирования Земли для Роскосмоса задача номер один. Вслед за ресурсом ПЭНа орбиту отправят еще аппараты. Метеоры, электроконопус с уникальными приборами, такими как гиперспектрометр, который позволит увидеть не только загрязнение, но и определить их химический состав. Это такая некая новая область дистанционного зондирования Земли. Она позволяет осуществлять, ну, например, такую на практике реализовывать теорию, как химическое зрение. Мы обычно привыкли наблюдать видеоинформацию из космоса либо в панхроматическом черно-белом диапазоне, либо в узких мультиспектральных диапазонах, количество которых не превышает 3-4-5. А гиперспектрометр позволяет получать информацию в десятках, в сотнях спектральных диапазонах. Благодаря этому можно проводить тонкий анализ отражающей способности поверхности и говорить не просто о неких каких-то химических загрязнениях или других загрязнениях поверхности, а уже конкретно говорить, какой тип загрязнения, какое вещество там преимущественно находится. Это новое поколение дистанционного зондирования Земли, которое более глубоко позволяет получать данные без контактных методов из космоса. Вскоре правдивой информации о нашей планете будет больше. А вот как распорядяться этим уже на Земле, зависит от самого человека.